Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу Адазонин Цуба, и сегодня будем играть за лемура Джой. Джой, да, на железной дороге сегодня будем имбовать с феромонами, ну вы знаете, как он тут имбует, поэтому я прям буду кайфовать. Правда, немножко им придется изменить сборку, взять ботинок, но это не страшно. Направимся, наверное, сейчас в лабиринт, попробуем еще раз эту подкрученную фигню, возможно, даже до 10 уровня дойдем, и, наверное, его заберем. Потому что дальше уже идти рискованно слишком, там подкруток очень много, хотя, мне кажется, мы и до 10 не дойдем, сейчас на втором, на третьем, или на пятом, седьмом, ну в общем, где-то там замкнемся. Также, ребятки, там разработчики уже, так сказать, сказали, что перечислили гемы победителем розыгрыша, да, все 16 тысяч гемов были отправлены еще вчера, если что, вечерком, там, часов в 5-6, поэтому все, все получили, да. Ну, кто написал правильную свою идею, кто написал неправильную идею, тот все, тот не получил. Ну, я надеюсь, там все правильно написали, поэтому вот. Ну, ничего, надеюсь, в следующий розыгрыш тоже разработчики, так сказать, опа, сундучок, нравится. Что, уходим? Ну, ладно, давайте дальше. В общем, надеюсь, разработчики в следующем розыгрыше тоже разрешат 16 тысяч гемов, но посмотрим, оценим. Я у них, как бы, спрошу этот момент, ну, если что, сделаем уже по 2000 гемов. Ну, может, не сделаем, посмотрим, может, сделаем, не знаю, там, вместо 4 по 2000 гемы, да, 4 места, а остальные будут по 1000 гемов, чтобы, знаете, и то, и то было. В общем, посмотрим, посмотрим, потому что, ну, как бы, что нас победили делать это много, разработчикам это все переводить, это не одна секунда дела. Хотя, может быть, и одна секунда дела, я просто не знаю, как у них там это все реализовано в игровом плане. То есть, как они там это берут, айди, как они находят его в игре, как они отправят гему, я этого не знаю. Ну, на 9 уровне это стабильно, как бы, да. Хотелось бы, конечно, до 10-го пройти, что-то там залтать и выйти красиво там с изумрудным сундучком, к примеру, но не повезло, не фартануло. Ну, лабиринт пока что показывает, что вроде бы можно проходить хотя бы до 10-го, и это немножко радует, конечно. Поэтому, проходите, забирайте там наградки за 5-й, 6-й, 7-й уровень и сваливайте. Оттуда красиво, надеюсь, с успехом. Хотя бы такая небольшая наградка, все равно будет приятно. Ну, а мы, что, пойдем менять в сборку, наверное, вроде бы, больше ничего интересного в игре зуба на текущий момент нету и не происходит, к сожалению. В магазине тоже тишина, ну, вот эти супернаборы. Ну, что радует, что цена на легендарные ресурсы через такие супернаборы, конечно, невысока, и можно хотя бы как-то прокачиваться. Потому что стандартная цена на такую фигню, вот она, просто, бля, ну, у меня слов нету просто. А, знаете, скидка 98%, 97% на легендарный сундук. Ну, как вам, а? Скидка. Нормально звучит, да? Вот такие вот байты, то есть делают цену, ну, цену легендарного черного сундука огромнейшей, а потом делают на него скидку 97-98%. Типа мы такие хорошие. Да-да, да-да, вот, слушайте, байтеры просто. Не знаю, какой там гений сидит с этими байтами, ну, в общем, вот. Хотя, если бы сделали нормальную цену, то, мне кажется, люди бы и так, и так покупали. Ну, да ладно, как говорится, гением непонятно. Ну, что, надо решать, что у нас будет вместо ботинка, точнее, вместо чего будет ботинок, наверное. Или электрические рукавицы берем, или бетушку берем. Для лемура, в принципе, наверное, бетушка будет эффективнее, потому что мы не всегда сможем реализовывать наши электрические рукавицы. То есть, мы будем, конечно, да, наносить урон, но этот урон будет не всегда в том радиусе, поэтому, возможно, будет не очень. Ну, давайте возьмем в этот раз вместо электрических, а дальше будем думать, что как. Будем смотреть, обращать внимание на, так сказать, момент, когда мы будем драться с противниками, с большинством. И, как часто, мы будем влезти к ним находиться. Ну, вроде бы, сборка готова, конечно, не 6 слотов. Ой, не 5 слотов, да, 6 слотов. Ну, 18 уровня тут еще не скоро. 16, вот, может быть, скоро будет тут буквально один золотой сундучок, как раз, 48 штонов. Да, и будет, но пока нету. Ладно, проймемся в бои. Командные, конечно же, на железную дорогу. Бегать и разваливать. Все, что шевелится. Ну, я надеюсь. А то могут развалить нас. Кстати, у нас сейчас будет за место, я смотрю, в центре карты. Нам сейчас главное что-то вначале подлутать. Красивое, да? Что-то вначале красиво подлутали. Кстати, пицушка даже золотали. Неплохо. И нам нужно еще взять оружие. Хотя бы какое-нибудь оружие. Нужно взять. У меня, кстати, граната очень быстро взрывается, поэтому я немножко поспешил с уроном. Закинуто по противнику. Но здесь не поспешил, здесь все было красиво. Успел. Ну, а теперь можно врываться. Погнали, врываться. Видите, моя команда пойдет за мной. Так, у нас тут Никс. Лутаем сразу гранатку. Лутаем сразу, смотрите, золотой копье. Почувствуй, когда твоя команда не хочет лутать и побеждать. А ты уже все залутал и победил. Да, да. Именно так, ребятки. Именно так. Просто закидываем невероятное количество урона по противникам. Лутаем вот сейчас аптечку полярную. Вот это прыжок. Вот это, я понимаю, прыжочище. Просто залетел, ребята. Соло с Никсом в девятого уровня. Прости бы Никсу, конечно. И у всех убили. И просто всех убили. Ну, практически всех. Здесь, как видите, сейчас квадратно у нас бегает. Сейчас подождем перезаряд к каким-то навыкам. И залетим красивенько. И раскидаем. Одним в бочку пока что, чтобы нивелировать часть урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я сейчас ошибся. Вот это я сейчас ошибся. Ой, как ошибся. Ой, как ошибся. Как ошибся, как ошибся. А что автоатака в пантеру не работает? Можно мне объяснить? Понял. Какой прыжок жесткий. Нет, только что, реально, ребятки, нажимая автоатаку за пантеру, да? А она не работает. А она не работает. Но все равно. Что, что сквад мой все-таки решил прийти, хотя... По сути, один никс был только немножко адекватный. А с ними были вообще ни о чем. Ну, мне нравится склад противников. Такие недалекие, это просто жесть. То есть, понимаете, вот сейчас был замес. Двое или трое просто убежали из этого склада. Просто убежали. Бросили свой склад, потом вернулись и умерли. Вот сейчас как это Лиззи, да? Это было гениально. Это просто такая гениальная вещь. А у меня слов нет. Там еще, кстати, пчела. Ну, кстати, вот это может быть, да. Это отдельный. Жесткие прыжки. Жесткие просто. Просто самые жесткие прыжки, которые я видел. Ну, так вот. По итогам, о чем? Мы с этим девятым никсом. А, блин, что это за прыжки такие кривые, а? С этим девятым никсом ворвались. Красивенько. Да. Ворвались в этот... В эти два склада. Красиво их развалили быстренько. Ну, я развалил, да? В частности. И, в принципе, все. На этом была победка оформлена. Хотя, вот, в последний склад он мог нам сделать много проблем, но гении, они, к сожалению, не способны на то, чтобы играть адекватно. Они просто берут и страдают фигней. Что, в принципе, эти гении сделали, взяли и распряжались. Хотя могли нас вынести. Объективно там сильные были персонажи, но почему-то страдали фигней. Ну, а наша победка, это наша победка, это самое главное. Она готова. Нам еще бы две победки, и как раз 1100 рейтинг будет прекрасных, да? И, может, сундучок будет серебрян открывать. Возможно, даже разработчики ведут акцию какую-нибудь на открытый сундуков, которые уже не было миллион лет, хотя они раньше были очень крутые. То есть, вы там открываете много сундуков, а вам легендарный черный сундук. Ну, просто там из 50 сундуков открыли, самых обычных, любых вообще, да? А вам легендарный черный сундук. Офигеть, да? Хорошие времена были, хорошие, да. Хорошие акции, хорошие времена, но, к сожалению, жадность разработчиков сгубила, поэтому вот. Такого больше нет. Нету акций на 10 топ-1 подряд за легендарным сундуком, которые, в принципе, делали достаточно легко. Ну, не то чтобы достаточно легко, просто делались, да, скажем так. Делались нормально. Так, ну, сойдет. Хотела, конечно, продактив сделать, но не получилось немножко. Ладжи, кстати, первобытный осень позволяет и хилиться, когда она добивает противника активным навыком, но этот момент срабатывает очень редко. Прям, как раз, крайне редко. Такой момент, скорее всего, никогда не случится. Блин, тут дробовик, там еще кофе. Как я, правда, никому не нужно, поэтому я у себя золотаю. И... Да, нормально, нормально. И мы сейчас пойдем драться. Пойдем драться в центре карты, скорее всего. Там уже замес. Я предполагаю, скоро будет. У нас два льва. Правда, ни у кого нету кругового рыка. Это проблема. Ну, ничего, у меня есть круговые феромоны. Это самое главное. Кого-то здесь протащил. Кстати, лев заметил. Сразу альпаку законтролил. Проблема в том, что альпаку мне тоже надо законтролить. Было бы. Так, сразу хилимся. Сразу отжимаем аптечку альпаке. Чтобы не было альпаки аптечки. Пирамоним альпаку и добиваем его. За счет усиления урона мне в принципе хватило урона. Пусть мой склад мне помог. Вы видели этот прыжок, да? Вы это видели, такой рыжачий просто. Прыгнул на месте и не попал. Ловим гения на раве, который думает, что ему все позволено. Ой, 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 а тут склад пришел не вовремя. Не вовремя склад приходит, конечно, противника. Не вовремя приходит склад. Попробуем залутать сейчас немножко предметиков хороших. Снопочка активного ка нажмите. Нажалось, правда, очень и не очень. Очень и не очень она нажалась. А, аптечка уже закончилась. Ладно. Нам тут дико не повезло, как видите, несколько складов нас задушили. При том, что мой склад слабенький очень был. А эти джейд, их было очень много. Сложно было убить, потому что там хотелось мне спасти свой склад. Но, как бы, они слишком умерли бесполезно и быстро. Если бы чуть-чуть пожили. Вот, знаете, бывают такие игроки, которые вроде бы слабенькие, да? Но они понимают, что вот если так сделать, то поживут. Да? То они будут мешать, как бы не будут умирать. Будут немножко хотя бы полезными и все такое. Я вытащу бой. Но некоторые, как это, не понимают. Они просто берут, умирают через секунду и все. Хотя джейд, как бы, скрыться было сложновато все-таки. Но могли бы вниз перетянуться через мостик и плюс-минус уже намного эффективнее себя реализовать. Но, к сожалению, не догадались. На мой взгляд. Все было именно так. Но, что имеем, то имеем. Быстренько сейчас ботика тут добьем. Добл копьем. Надо бы робот залутать. Надеюсь, они смогут это сделать. Ну, я по свой склад, конечно, который непонятной фигней страдает. Нет, наверное, не смогут. Скорее всего, нет. Ладно, придется играть соло опять. Если честно, печально. Там глядь, кива, ничего не стоит. Вы сами все верите. Видите игроков, которые со мной тут играют, да? Блин, еще и волк добил. Вот же, гад, да? Моя бицушка. Ну, ладно. Не страшно. Ну, вы видите, да, все? Это просто ужасно. Ну, попробуем затащить, как бы будем сейчас много бегать. Много прыгать и пытаться вытащить. То есть будем, знаете, такой... И как вот я сейчас делал внизу, где там не было ускора. Достаточно никакого, да? Гранатку заловил. В принципе, нормально себя сейчас чувствуем. А, ну, тут даже мне помогли ничего себе. Кстати, заметьте, сколько действует усиление. Вот только что видели, да? Ну-ка, черепах. Душнило, а? Так вот, видели, сколько действовало усиление урона по противнику? Либо, конечно, я второй раз напрынул, я как бы не заметил до этого момента. Напрынул я второй раз или нет? Либо это был один раз, и это усиление предельствовало очень долго. Скорее всего, второй раз я напрынул. Вряд ли это было. Два волка воют. Пойдем в перекрестин. Золотаем... Не знаю. Квадробаф. Даблбаф. Ну, конечно, нам даблбафа не будет. Плит один. Правда, не на кого прыгать. Хотя нет, он еще схватил и живой один есть. Правда, его найти нужно. Блин. Ну да. Ну да. Нет, хвата мы нашли. Правда, убивать уже некого. Убивать уже было некого. Ник, кстати, спас своего друга. Ник с девятого уровня, с легендаром луком, конечно же. Кому же еще мог достаться легендародроб, как не Ник суда. Девятого уровня. Конечно, кому же еще мог достаться легендародроб. Ну, мы, конечно, победили. Тут было слишком легко. Противники действовали по одному. Плюс они были побиты. То есть, легко было добить их. И, в общем... Ну, вот так вот все легко заканчивается. Хотя, там еще есть противнички несколько. Возможно, даже сильные. В скобочках нет. Но мы их пойдем поищем. Возможно, найдем даже. В принципе, я сейчас чувствую силу. Думаю, я без проблем смогу затащить. С те волки ожили оба. Нравится. Вот знаете, вроде бы смотришь. В начале с боя сквад какой-то не очень. Потом вроде смотришь и вроде бы молодцы. Вроде бы и стараются даже. Нет, конечно, судить сразу не нужно. Но обычно статистика, которая появляется в первую секунду, она на весь бой сохраняется. И редко, когда игроки хоть что-то, но пытаются и стараются делать. Блин, не дотянулся. Просто взял, активным навыком не дотянулся. Так, наверное, вот отправимся сюда. Тут волк кого-то убивал. Кого-то убивал волк? Волик, кого-то убивал. Так, у нас здесь прохода нету. Прыгаем по друзьям, которые здесь стоят. И уничтожаем. Ну и погнали теперь за жирафом 9 уровнем. Он где-то вот здесь должен быть. Вот он. Ну и тот добивай. Усиление, конечно, урона. Это мощь. Это мощь этой персонажей. Как бы вот таких два друга с феромонами в вашем отряде, так сказать. Да, и все. Это конец. Особенно желез дороги. Особенно под какого-нибудь льва. А то и двух львов. Знаете, два лемура, два льва. И что-нибудь типа никса, чтобы поднимать аптечки быстро. И смотрится это, конечно, слишком имбово. Потому что там бесконечные прыжки, феромоны. Бесконечные вот эти вот... Ото львов, как говорится, активные навыки на всю карту. Да, ну вы знаете, о чем я говорю. И такое вот сильное, мощное, оно слишком доминирует. Хотя, может быть, и нет. Хотя, может быть, и нет. Бывают разные ситуации. Вот разные противники, игроки. Может быть, увернуться. Могут там сделать другие вещи. Ну, хотя, как по мне, ну, в принципе, если на железо дороге взять середину карты и очень подвижных игроков адекватных, то, возможно, даже такая сборка будет плохо реализовываться. Ну, это, говорится, мы никогда не видим, наверное. Да, скорее всего. Это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok